Здравствуйте, господа, здравствуйте, дамы. Всем привет. Ну, еще раз за корма. Основной насущный вопрос. Чем кормить, как кормить, сколько раз в день кормить и много-много других вопросов. В основном в комментариях. Самый основной и главный момент при кормлении птицы пользоваться наработанными методами составами. Сами ли вы его приготовляете, либо приобретаете уже готовый комбикорм. Не надо делать эксперименты за свои деньги на своем хозяйстве. Это уже называется бесхозяйственность. Потому что никакие эксперименты ни к чему хорошему не ведут. Америку вы не откроете, велосипед тоже не изобретете. Это все уже давным-давно изобретено. проверено и работает. Потому можно ли давать курам отруби? Можно. Если ничего другого нет, куда же ей бедно деваться? Она будет их кушать. Но отруби – это самый бедный, самое бедное питание для птицы. Вообще. И вообще для любой животины. Это самое бедное питание. Можно ли давать горох? Можно ли давать проса? Да давать можно. Но что вы получите с этого? Вот это вопрос. Потому как бы вот на такие комментарии, на вот эти вопросы, ну, лучше вы мне их не пишите, потому как я этим не пользуюсь, не использую. И использовать не буду. И делать эксперименты на своем хозяйстве я тоже не буду. Мне это абсолютно не нужно. По составу комбикормов. Основным составом до 80%, 70-80% это зерновой корм. Наилучший зерновой корм для кормления кур, цыплят и вообще птицы сельскохозяйственные это пшеница и кукуруза. Это самый наилучший корм. Зерновой. Пшеницу можно давать и в целом виде. Кукурузу только в раздробленном. Диаметр дробления частиц кукурузы примерно от 2 до 4 миллиметров. Все. Для цыплят это еще мельче. Это 1-2 миллиметра. Потому в дробилке вот для взрослых кур стоит сетка четверка. Более 4 миллиметров в диаметре частица через нее не проходит. Если мне нужно будет дробить корм для цыплят, значит, будет установлена сеточка-троечка. То есть, это говорит о том, что частица более 3 миллиметров через эту сетку не пройдет. Далее, по составу комбикорма. я использую мясокосную муку, я использую кровяную муку, я использую рыбную муку. В предыдущем видео состав, как бы, я выдал именно для кур несушек. Для несушек, которые будут выдавать яйцо не пищевое, а инкубационное. Для пищевого яйца можно объединить по составу протеина, ну и так далее. Можно немножко объединить. Для инкубационного яйца это недопустимо. Премикс использую. Вот это премикс для кур несушек. Какую бы наклейку на него не приклеили, он должен соответствовать стандарту. То есть, вот это премикс P1-2 для кур несушек. Если вы выращиваете цыплят, то есть премиксы, которые производятся для цыплят бройлеров, для цыплят кур несушек и так далее. Каждый производитель, который производит, он маркирует и состав премикса выписывает. Я пользуюсь однопроцентным премиксом. Если вы пользуетесь БМВД и БМВК, то как бы вводить в зерновой корм уже там рыбную мясокосную муку, это не нужно. Достаточно ввести там сколько там пишет производитель 10% или 15% БМВД или БМВК. Но опять же БМВД и БМВК они тоже разные. Разный состав. Это есть для кур несушек, есть для бройлеров, в общем выпускается все это. Выпускается и продается. Ваша главная задача это найти и купить. Если это вам нужно. Использую также жмыхи. Жмых подсолнечный. Использую всегда жмых подсолнечный горячего отжима. Почему горячего отжима? Лучше усваивается, более богат протеином. Отжим происходит семечка перед тем как пройти отжим. Она удаляется от нее отделяется шелуха и идет на прожаривается зерно и потом только давится. Есть жмыхи холодного отжима. Цена их гораздо ниже. В разы. Примерно раза в три цена жмыха подсолнечного холодного отжима ниже. Некоторые отшелушивают также семечку, а некоторые давят это все прямо шелухой. То есть то что давится шелухой там вообще очень низкое содержание процентное имеется ввиду процентное содержание. Потому что там остается и шелуха и все это как бы добавлять его нужно тогда очень много. То есть это невыгодно и мне это не нужно. Спрашивают а просто одной пшеничкой кормить можно? Да можно кормить хоть одной пшеничкой хоть одной кукурузкой. Но есть вопрос в том что вы потом что-нибудь получите из этого. А еще спрашивают там закрутки зимние остались варенья всякие можно им давать курам или нет? Легко можно дать закрутки зимние они все это съедят еще спасибо скажут потому как если варенье там сахар и так далее это источник углевода а источник углевода это основное питательное вещество в любом корме даже в нашем который мы едим источники углевода минеральные добавки что я использую использую мел использую ракушку необходимы для того чтобы хорошо формировалась скорлупа у птицы была нормальная а также для улучшения пищеварения в основном ракушка можно если есть возможность сыпать куром какой-нибудь щебень или известняк мелкодробленый или перебитый это тоже улучшит пищеварение улучшит качество скорлупы потому что трудно усваиваемые или крупные компоненты которые попадают в организм птицы они с помощью вот этих мелких камушков ракушки они хорошо перемалываются в ее мускульном желудке и в дальнейшем усваиваются в длинном кишечнике значит добавляем что еще добавляем соду питьевую пищевую и соль соль это источник натрия переборщить с ней тоже не надо в предыдущем видео какое количество идет на 100 килограмм я все это дело показывал и рассказывал для чего сода сода для профилактики мочекислого диатеза что такое мочекислый диатез нарушение работы пищеварительной системы организма курица начинает поносить повышается кислотность почему она повышается кислотность вроде бы когда куры ходят на выгуле все нормально ну вот зимнее время приходится давать ту же добавлять мясокосную муку рыбную муку кровяную муку вот при производстве вот этих всех ингредиентов используются антиоксиданты то есть для того чтобы ее можно было сохранять если не будут использоваться здесь антиоксиданты то это мясокосная рыбная мука кровяная мука она пропадет очень быстро и уже будет непригодна ни в какую пищу что такое антиоксиданты антиоксиданты это в основном кислоты могут быть органические могут быть синтетические это уже не важно при постоянном скармливании корма с антиоксидантами возникает мочекислый диатес это неизбежно дабы он не возникал мы его профилактируем то есть добавляем соду то есть осаживаем лишнюю кислотность организма удаляем лишнюю кислотность организма в организме птицы почему я не использую заводские корма во-первых во-первых цена вопроса превышает себестоимость вот этого корма который я сам изготовил примерно в два раза а сколько твой корм стоит люди спрашивают люди спрашивают мой корм стоит столько сколько я за него заплатил вот но могу сказать одно по цене я вам точно ничего не могу сказать потому что цены везде разные непостоянные как правило в зимнее время они повышаются в этом году они повысились намного также повысились цены и на готовые комбикорма мне это невыгодно это первый вопрос второй вопрос вторая причина по которой я не использую заводские комбикорма удлинение сроков хранения заводских комбикормов вот это для меня тоже главный вопрос по какой причине удлиняются сроки комбикормов это мне неизвестно это известно только производителю по какой причине они удлиняют сроки хранения комбикормов удлинение сроков хранения комбикорму связано введением туда антиоксидантов то есть скажем в летнее время вы содержите птичку на выгуле она у вас ходит добывает себе червячка там жучка личинок муравьев мух и так далее то есть восполняет недостаток протеина в организме своем что такое протеин протеин в основном это смесь аминокислот не путать белок и протеин нет белок это белок протеин это протеин все почему-то уперлись на протеин про белок в основном забыли восполнить недостаток вот как раз вот зимнее время мы вот этим и восполняем недостаток протеина животного происхождения то есть опять же вот это вот это собственно протеин вот в мясо костной муке которую я приобрел здесь более 37 процентов протеина все остальное это может быть белок клетчатка там все что угодно в рыбной муке там 60 более 60 процентов протеина в кровяной муке 80 процентов протеина увлекаться тем что вваливать по многу ну входит это где-то примерно мясокосную муку где-то процентов 10-12 кровяную муку там буквально 1-2 процента в состав комбикорма рыбную муку рыбная мука считается наиболее ценной для выкармливания цыплят и по протеин и по белку и по всем источник фосфора необходимого то есть на рыбная мука это наиболее ценное но цена вопроса как бы заставляет применять муку мясо костную то есть вот этим в зимнее время я компенсирую недостаток протеина то есть лизина метианина и прочих прочих других элементов минеральные добавки мел неплохо усваивается организмом и присутствует для формирования скорлупы ракушка в том числе но также в мясокосной муки почему она и называется мясо костная потому что передроблены кости и мясо и тут тоже содержание кальция но кальция не минерального а животного происхождения что немаловажно тоже для сформирования скорлупы у птицы у яйца и ее яйца далее ну про соду я сказал почему значит у заводских комбикормов тут как бы такое лирическое отступление у заводских комбикормов постоянно присутствуют в них антиоксиданты то есть кислоты то есть возникновение если вы постоянно кормите птицу заводским комбикормом неизбежно возникновение мочекислого диатеза то есть нарушение функции пищеварения и впоследствии может привести даже до гибели птицы ослабляется организм становится неустойчивым к инфекциям различного рода в том же числе и к вирусам а бороться как как бороться бороться либо профилактировать его либо постоянно придется вводить хотя бы соду бороться с ним трудно если она нарушилась то уже это не есть хорошо также приходится вводить витамины зимнее время это большее количество это для этого используется премикс то есть один процент вводится там вот для этих корней сушек необходимый состав витаминов и аминокислот этого достаточно но также еще можно проводить витамины на выпаивание птицы то есть на воду это все делать нужно по инструкции к препарату тоже пожалуйста в комментариях не не пишите а сколько надо налить того сколько того читайте инструкции вы приобретаете препарат потребуйте к нему инструкцию будь то антибиотик будь то витамины все что угодно потребуйте инструкцию и действуйте по инструкции вот по вот этой причине собственно и в основном из-за дороги визны из-за возникновения мочекислого диатеза то есть это уже мы проходили при кормлении птицы которая сидела на клетке заводским формам одного из производителей по поддонам аж текло и воняло невозможно хотя птица выглядела и здоровый не больной как только отказался от применения заводского комбикорма поработал с мочекислым диатезом нормализовалась но нормализовалась мы нормализовалась не до конца то есть птица это уже была слабее отставала в росте и в развитии она выросла она не издохла но она была слабее она отставала в росте и развитии вот потому я отказался от использования заводских комбикормов и считаю что лучше всего не использовать комбикорма в своем хозяйстве у которых срок хранения превышает один месяц бройлером бройлер это вообще очень интересный вопрос без нормального комбикорма его не вырастить без большого применения антибиотиков его тоже не вырастить нормально это массово сетом 10 этих бройлеров милая ну ты мне задаешь вопрос чайников дают такие ну вот и задают вот я и говорю что без применения вот этого это раз на раз не приходится раз хорошо другой раз по передохли все потому лучше вот еще раз повторяю что лучше всего на своем хозяйстве за свои деньги эксперименты не проводить люди пишут комментариях что вот я там кормил кукурузой пшеницей все у меня все выросло чего вы тут мне рассказываете но почему-то промолчал что когда он взял другую партию один и тот же человек который писал а потом звонил что караул попередохли не буду называть кто но вот вам пример хочу поблагодарить своих друзей всех моих подписчиков за то что смотрите поддерживаете стараюсь делиться с вами своим опытом своими знаниями в одном видео все и уместить и рассказать невозможно потому лучше всего просматривайте внимательно слушайте внимательно о чем говорю делайте выводы и приходите к правильным выводам нужно вам что-либо это или не нужно с мышами с мышами ты как борешься у тебя он сколько тут мешков лежит с мышами у меня вот борцы борец с мышами ну-ка покажи мышку поймала нет вот это вот борцы с мышами их 9 голов в хозяйстве постоянное размножение и раздача самый наилучший борец с мышами и крысами ну конечно если его держать в квартире или в доме то с мышами он бороться не будет он будет лежать на диване под диваном на подоконнике или еще где-то а когда их выпнешь на улицу ну и изредка запустил дом то они превосходно борются и с мышами и с крысами хотя вот вот это домашняя а там есть очень породистые которые стоят вот такую кучу денег мейн-куны там за них пишут как их надо содержать как их надо ловят мыши и крыс аж бегом и приносят домой отчет делают что-то нее поймали ну ладненько у меня все до свидания всем привет пишите комментарии ставьте лайки дизлайки подписывайтесь на канал ну я не буду сниматься сегодня и 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